В Лапасе сотни боливийских оппозиционеров празднуют отставку Эва Моралеса. Протестующие добивались этого последние три недели. «Остались ещё Никарагуа и Куба. Боливия принесёт надежду всей Латинской Америке на то, что коммунизм исчезнет, и у нас появится свобода и демократия». 20 октября в Боливии прошли президентские выборы, и Моралес победил с небольшим отрывом. При этом процесс подсчёта голосов был прерван на сутки. До перерыва всё говорило о необходимости второго тура, а после него ситуация изменилась. Главный соперник президента Карлос Месса не признал своего поражения. Организация американских государств перепроверила результаты выборов и нашла много нарушений. Полиция уже задержала президента и вице-президента высшего избирательного суда, а также многих руководителей региональных отделений. Моралес согласился провести новые выборы, но позже объявила свои отставки. Он сказал, что делает это ради того, чтобы в стране восстановился порядок, но в то же время экс-президент назвал произошедшее гражданским переворотом. При этом военное руководство Боливии также попросило Моралеса уйти с поста президента. Эво Моралес правил Боливией почти 14 лет, отменив закон, который запрещает занимать пост президента два срока подряд. В этом году он переизбрался на четвёртый срок. Это оттолкнуло от него многих союзников даже среди индейцев, которых он представляет. «Думаю, весь народ Боливии счастлив. Мы свергли диктатора. Мы покончили с режимом террора. Сейчас мы счастливы, но ещё не всё закончилось. Если мы допустим, чтобы Конституция разрешала неограниченное количество президентских сроков, у нас будут проблемы». Вслед за Моралесом ушло в отставку всё высшее руководство Боливии. Исполнять обязанности президента будет второй вице-спикер Сената Жанин Аньес. Она обещает провести новые президентские выборы.